Я, наконец, чувствую, что мне удается довести третий иностранный язык до действительно хорошего уровня. Если мои два главных языка, английский и немецкий, я начал осваивать в университете, то есть в формальной учебной среде, то японским третьим иностранным языком я занимался исключительно самостоятельно. Я никогда не ходил на занятия и не покупал формальных курсов по японскому языку. Использовал только бесплатный материал в интернете и через какое-то время стал брать занятия на своем любимом сайте italki.com. Цены там очень демократичные. В этом видео я хочу поделиться своим личным опытом изучения иностранных языков на начальном этапе. Да, есть вероятность, что мой опыт вам не совсем подойдет, но ту информацию, которую я сегодня с вами поделюсь, однозначно убережет вас от множества ошибок при изучении языков. Видео будет структурировано следующим образом. Сначала я расскажу, почему я в принципе начал учить японский язык и что я конкретно для этого делал. Затем я укажу на свои ошибки, какие ошибки я совершал, и мы попытаемся мой опыт применить к изучению английского и немецкого языка. Скорее всего, это именно те языки, которыми вы интересуетесь, если смотрите мой канал. И под конец я дам выжимку своего опыта. Самые важные советы и рекомендации для эффективного изучения языка на начальных этапах, чтобы в 2024 году у вас обязательно получилось достичь всех своих целей в изучении языков. Итак, зачем мне вообще был нужен японский? На самом деле это всегда было моим хобби. Японский мне никогда не был нужен прям так сильно для работы, для учебы или для жизни. Именно из-за этого я изучал японский часто интенсивами, между которыми были достаточно длительные промежутки. Первое мое серьезное увлечение языком началось перед моей первой поездкой в Японию. Одна моя замечательная подруга Саша как-то позвонила мне и говорит «Слушай, поехали в Японию летом». Недолго думая, я согласился, мы купили билеты, оформили визу, и я находился в предвкушении этой поездки. Между прочим, если вы перейдете на мой канал, кликните вот здесь «Видео», и потом отсортируете по старым, и затем какое-то время немножко пролистаете вниз, то рано или поздно вы наткнетесь вот на эти забавные видео. Аж семь штук! Это и была вот та вот поездка в Японию. Поэтому, если хотите, загляните и посмотреть, но не судите строго, это был действительно мой, можно сказать, первый или один из первых опытов видеоблогинга. Итак, до поездки оставалось три месяца, и я взялся за обучение. И здесь вы меня можете спросить, ну почему вообще-то начал учить язык? Многие едут в какую-нибудь страну замечательно отдыхать, и не учат при этом язык каждой страны, в которую они едут. Я могу вам на это ответить, что я на самом деле просто не мог иначе. Меня, можно сказать, тянуло к японскому языку с какой-то неимоверной силой. И думаю, главной причиной этому было моё детское увлечение аниме. При этом, когда я смотрел аниме в детстве, я всегда это делал исключительно в оригинале, на японском языке, конечно же, с русскими субтитрами, чтобы всё понимать. И благодаря этому я всегда фоном слышал японскую речь, не понимая её, конечно. И всё равно эта мелодика языка, она меня ну просто зачаровала. И из этих просмотров я, конечно, запомнил там несколько супертипичных фраз, типа «да», «нет», «сволочь», «убью», что-то типа такого, что они там говорят в этих японских мультиках. Но из-за того, что я смотрел с русскими субтитрами, настоящим погружением в язык, это, конечно, назвать было нельзя. Поэтому первый очевидный вывод из моего опыта – просмотр иностранных видео, сериалов с русскими субтитрами и с оригинальной дорожкой, это, конечно, лучше, чем просто в дублюже. Всё-таки что-то вы слышите, но погружением в язык это назвать нельзя. Это очень неэффективно. Начальные этапы изучения языка. С чего я начал тогда учить японский язык? С карточек. Я был тогда большим фанатом карточек. Я скачал тогда самый ходовой учебник по японскому языку и начал его вычитывать, слушать аудиофайлы из него и добавлять оттуда слова в свою колоду в большом количестве. Учебник был действительно неплохой, потому что к нему есть хорошая озвучка, начитанная носителем языка, который я много слушал. И это был действительно хороший опыт, но я считаю, что я несколько подкосил своё обучение тем, что слишком сильно сконцентрировался на карточках. Я измерял свой прогресс в языке количеством выученных слов, и это та ошибка, от которой я очень хочу вас уберечь. Думаю, если бы я просто больше и более внимательно слушал те же самые файлы из учебника и меньше бы тратил на это постоянное механическое повторение, то результат был бы ещё лучше, чем он был тогда. Одновременно с этим я действительно хорошо сразу выучил азбуку Хирогану, но при этом не выучил нормально катакану. И одновременно с этим я начал довольно интенсивно учить канзи, то есть иероглифы, и это тоже было большой ошибкой. В любом языке есть система письма, и нам, как взрослым людям, конечно же, важно не только постоянно воспринимать на слух, но и подкреплять это чтением, чтобы один навык помогал другому. И первым делом всё-таки действительно нужно в языке выучить алфавит, если он отличается от вашего родного, если он вам не знаком. И это чуть ли не единственное, что действительно требует вот этой вот зубрёшки, как некий абсолютный минимум, который всё-таки нужно наработать. Поэтому, например, если вы изучаете немецкий язык, то имеет смысл выучить хорошо немецкий алфавит. И при этом, благо в немецком это немного, очень важно выучить, что э-у читается как ой, е-и читается как ай, это как и долгое, это как ой. То есть, если мы говорим про немецкий, по сути, ничего суперсложного. Алфавит и вот эти вот сочетания букв. И после того, как вы выучили алфавит, как можно больше одновременно слушайте и читайте то, что вы слышите. Делайте это действительно много, пока не привыкнете к тому, как по-настоящему звучит язык, и пока не свяжете вот это звучание языка в своей голове с написанием. И тут вам поможет любой материал, адекватный вашему уровню, где есть хорошая озвучка, ну и сам по себе текст. И хорошая новость заключается в том, что по этому принципу построены все мои курсы, и в первую очередь мой главный для подготовки к экзамену Кёта-Б1. Мини-темы, которые входят в его состав, можно использовать уже с уровня А1 на самом деле. Но основные темы, которых практически 40 штук, с головой хватит на то, чтобы выйти вот по этому спектру тем действительно на хороший уровень B1 и успешно ответить на экзамене. Потому что на самом деле это самая легкая часть, если знать, как к ней грамотно готовиться. Поэтому переходите по ссылке в описании, оставляйте свою почту, и в ответном письме получите более подробную информацию о курсе и множество бесплатных уроков для того, чтобы вы поняли, с чем имеете дело, и потом уже приняли для себя решение, купить или нет. А мы продолжаем. Когда изучаешь японский, там эти все иероглифы, эти все азбуки, они такие красивые, хочется их пописать, немножко позаниматься каллиграфией, там вот от руки вот это вот все дело повыводить. И это, конечно, очень интересно, и может быть даже своего рода медитация такая в хорошем смысле этого слова. Но мне кажется, поскольку в современных реалиях, если мы говорим с точки зрения полезности написания от руки, это может быть самый менее полезный навык в языке, то не стоит на него тратить слишком много времени, или может быть вообще времени на него не стоит тратить. Если вы хотите именно начать писать на языке, это можно делать прямо чуть ли не с самых первых дней, но лучше установите себе грамотно клавиатуру с тем языком, который вы изучаете, и научитесь именно его печатать на клавиатуре или на телефоне. И здесь у меня для всех изучающих немецкий язык очень важный лайфхак. Пожалуйста, прислушайтесь к этому внимательно. Как вы знаете, в немецком языке очень важно уметь вводить умлауты. Некоторые для этой цели устанавливают себе немецкую клавиатуру, которая выглядит примерно вот так. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как выглядит вот этот угол. Здесь у нас Умлаут, Э, Э. И получается, что они у нас стоят вот здесь, здесь и здесь. То есть они перекрывают собой вот эти вот три очень важные кнопочки. К тому же в немецкой клавиатуре поменены местами Йот и Цет, что тоже ужасно неудобно, если вы к английской клавиатуре привыкли. Поэтому просто умоляю вас, ни за что не ставьте себе немецкую раскладку. Вы меня спросите, как же тогда вводить умлауты? А я вам сейчас покажу. Если у вас MacBook, то просто возрадуйтесь, потому что вы можете умлауты вводить комбинации Alt плюс U, у вас две точки появляются, и потом подставляете любую гласную, и у вас получается умлаут. А буковку, которая обозначает две S, то есть S-Set, вот такую, можно на Mac вводить Alt плюс S. Но если у вас Windows, то придется сделать немножко ход конем. Для этого в поисковой строке вбейте Microsoft Keyboard Layout Creator, скачайте вот эту вот программку, там действительно абсолютно ничего сложного, и измените клавиатуру так, как я вам сейчас покажу. Смотрите, если я нажимаю Alt и потом гласную А, то видите, у меня пишется Aumlaut. Alt-O, Aumlaut. Alt-U, Aumlaut. Если я все то же самое проделываю, нажимая Alt плюс Shift плюс A, O, U, то у меня Aumlaut, O и Uumlaut соответственно. И таким же образом я себе поставил на Alt плюс S буковку S-Set. Я совершенно без проблем пользуюсь английской раскладкой, которая мне привычна, которая содержит все нужные знаки на нужных местах, и при этом абсолютно без проблем ввожу быстро очень немецкие тексты. благодаря Alt-U. Итак, вернемся к моему опыту изучения японского языка. Кроме формальных занятий по карточкам, по аудио от учебника и по изучению систем письма, я начал заучивать Библию на японском языке наизусть. И тут я, как несложно догадаться, сделал тоже одну очень большую ошибку, в чем она заключалась. На самом деле не в том, что я взял Библию в принципе, потому что на самом деле это очень даже интересный и рабочий метод, который я до сих пор активно использую, но мы сейчас в это не будем углубляться. Моя ошибка большая заключалась в том, что я взял старый перевод. Если бы я взял хороший современный перевод, то это было бы прям на самом деле замечательным опытом. Но я тогда был под огромным впечатлением, на самом деле, и до сих пор нахожусь личности Николая Японского. Это очень интересный святой 19 века, можете про него потом почитать, который православие, именно русское православие, принес в Японию в конце 19 века. Так вот, у него из жития просто настолько он здорово изучал, в итоге изучил японский язык, что многие-многие японцы потом свидетельствовали, что он знает язык и культуру нашу японскую лучше, чем мы сами, чем большинство из нас, коренных японцев. В общем, под большим впечатлением от его личности я был, и он делал перевод Библии. И вот тот старинный перевод, который он, именно Николай Японский, вместе со своими помощниками делал, я и взял для изучения. Но это было, еще раз подчеркну, очень большой ошибкой, потому что тот язык, на который они переводили тогда, это уже совсем не тот язык, который японцы используют сегодня. И это всегда нужно учитывать. То есть в контексте немецкого языка. Я думаю, это очень здорово, если вы будете английский или немецкий, учите по Библии. Но обязательно все-таки берите именно современный, хороший, качественный, современный перевод. Из немецких я, наверное, больше всего рекомендую Neue Genfer Übersetzung или Hoffnung für alle. Ну, в принципе, перевод Лютера современный, 2017 года, тоже можете взять. Главное, найти текст именно с хорошей озвучкой. Чем еще я занимался? Пока учил японский на начальных этапах, кроме всего того, о чем мы уже поговорили. Конечно же, я старался относительно много, более-менее, смотреть сериал, смотреть аниме. И в процессе этого просмотра я очень старался время от времени отключать русские субтитры. И несмотря на то, что я мало чего понимал, я считаю, что это был очень позитивный, классный опыт, о котором я ни капли не жалею. Главной ошибкой здесь, в этом контексте, наверное, было поддаваться все-таки усталости и включать время от времени русские субтитры, просто чтобы лучше следить за сюжетом. Если вы действительно хотите по этому методу выучить язык, то нужно максимально противиться этому желанию и выходить из ситуации немножко иным путем. Лучше все же смотреть в любом случае без русских субтитров, но перед тем, как вы начинаете смотреть серию или когда вы уже закончили, вы можете взять, найти краткое содержание серии и его перечитать уже на русском языке или найти субтитры на русском языке, но не смотреть в них одновременно с просмотром серии. А сначала посмотрели серию, а потом почитали диалоги в отрыве от серии. Или наоборот, сначала чуть прошлись по диалогам, потом посмотрели серию в оригинале. Или посмотрели в оригинале, прошлись по диалогам на русском языке, а потом еще раз пересмотрели эту же серию в оригинале без субтитров. И вот это действительно, поверьте мне, будет очень и очень полезно. Еще моей ошибкой было то, что я был помешан на наличие именно японских субтитров. Мне хотелось, что вот я смотрю японское аниме и чтобы японские субтитры обязательно были снизу, чтобы если какое-то слово мне непонятно, я мог его увидеть, мог забить его в словарь и посмотреть. Естественно, вот это вот постоянно лазение по словарям, оно очень много отнимает времени. И самое главное, очень обрывает, отрывочным становится восприятие серии. И в итоге, особенно в начальных этапах, человек гораздо больше лазит по словарям, чем по-настоящему смотрит и слушает. И это ошибка. Если субтитры на языке, который вы изучаете, есть, их достать легко, то, конечно же, смотрите в оригинале и с субтитрами, только не слишком часто заглядывайте в словарь с субтитрами на языке изучаемом. Но если вдруг этих субтитров нет, то не смущайтесь этому, просто смотрите, просто слушайте и воспринимайте, в первую очередь, устную речь. Естественно, видеоряд будет очень сильно вам помогать. Итак, до поездки я учил японский язык примерно два часа каждый день. Может быть, с какими-то перерывами, но тем не менее, довольно-таки интенсивно. И несмотря на косяки, которые я вам сейчас описал, результат для меня субъективно был прям поразительный. Я мог спросить на улице, в какой стороне остановка или станция или магазин и мог понять то, что мне отвечают на японском языке. У меня получалось также ломным образом заказать себе еду, купить что-нибудь, оплатить. В общем, такие базовые вещи, когда нужно с кем-то коммуницировать, но не слишком много и по каким-то очень шаблонным схемам. Во время нашей поездки мы достаточно продолжительное время, я считаю, здесь нам очень сильно повезло, жили прям натурально у одного японца дома. И вот моих знаний на тот момент, конечно же, не хватило. На то, чтобы с ним именно по-японски хоть какую-то маломальски простую беседу поддержать. все-таки шаблонные фразы говорить на улице это одно, а поддержать даже суперпростую беседу это совсем другое дело. И вот навыков на это у меня еще тогда отнюдь не хватало. Поэтому говорили мы с ним по преимуществу на английском и иногда редко по-русски, потому что он, собственно говоря, и пригласил нас к себе домой, потому что ему была интересная русская культура, он учил русский язык. По возвращении из Японии я какое-то время продолжал по инерции учить, но потом на время забросил это дело. Какого я достиг уровня за тот интенсивный период? Ну я думаю, что действительно с нуля я дошел примерно более-менее до А1 за вот эти там 3, может быть 4 месяца. И когда я потом начал интенсивно учить японский уже в следующий раз спустя несколько лет, то это, конечно, уже была совсем другая история. Потому что, ну многие говорят, что все забывается, но, не знаю, мой опыт показывает, говорит об обратном. Если ты что-то выучил, достаточно долго все-таки учил, то есть 3 месяца, там по часу, по 2 часа в день, и это все-таки существенный срок, то это уже все-таки не озабоется. И если захочется это воскресить в памяти и потом оттолкнуться от этого и пойти дальше, то это однозначно получится. Итак, теперь под конец давайте повторим несколько важных выводов. Что нужно делать на начальном этапе освоения языка, исходя из вот этого моего опыта? Во-первых, на начальных этапах постарайтесь освоить алфавит и фонетику языка. Как можно больше слушайте, можете одновременно при этом читать. Старайтесь как можно больше читать вслух и записывать себя на диктофон, чтобы отслеживать свой прогресс. Это очень помогает. Особенно в немецком языке, наверное, и в любом другом, крайне важно научиться сразу правильно читать. Обращайте, пожалуйста, внимание на гласные, долгие, краткие, которые на самом деле как две разные гласные в немецком читаются. Еще очень важно обращайте внимание на редукцию буквы R, которая читается как краткое А по сути в большинстве случаев. Если вы сразу не заострите внимание на этих моментах, то вы научитесь читать по-немецки неправильно, и потом отучиться от этого будет ужасно сложно. Я думаю, что что-то похожее очень даже применимо для многих других иностранных языков. Второй важный пункт. Не зацикливайтесь, пожалуйста, на изучении большого количества слов. Не зацикливайтесь на грамматике. Читайте грамматические справочники, но только по мере необходимости. Когда вы прям чувствуете, ну, ужасно хочется разобраться, почему это именно так работает, вот тогда читайте, но все равно старайтесь большую часть времени проводить именно в языковом материале, а не в теории вокруг языка. Это прям очень и очень важно. Я стараюсь эту мысль чуть ли не в каждом своем видео донести. Третье. Погружайтесь в естественный язык. С самого начала как можно больше через видео на ютубе, аудиоподкасты, сериалы и даже фильмы. Если сложно, но вам нравится, то все равно смотрите, пересматривайте по многу раз, особенно то, что вас действительно трогает. Но из этой тройки ютуб-видео, сериалы и фильмы лучше всего поначалу, я считаю, концентрироваться на ютуб-видео. Тем более с такими технологиями, которые мы имеем сейчас. И здесь под технологиями я имею в виду магию Яндекс.Браузера. Я не знаю, почему вот эта менюшка на самом деле на видео не видна, но у вас в Яндекс.Браузере вот здесь вот менюшка такая появится, где вы представляете, можно подключить прям дубляж на русский язык, аудио, дубляж, видео на иностранном языке. Вот здесь у меня Mirko Wissen2Go на немецком языке видео, и можно подключить дубляж на русском. Я проверял перевод реально адекватный. Вот послушайте, как он звучит. Я думаю, так можно подвести итог 2023 года с точки зрения потребителя. Будь то посещение ресторана, покупка новых наушников или посещение кинотеатра с попкорном, почти везде нам приходилось класть больше денег в кассу. Кроме того, вот смотрите, можно включить субтитры, и там, где он говорит, субтитры будут подсвечиваться. В течение нескольких месяцев, отчасти потому, что в некоторых областях будет некоторое облегчение. Но в некоторых случаях это будет стоить дороже. Если вы какое-то слово не знаете, вы прямо здесь можете навести мышку, нажать, и увидеть перевод именно вот в контексте, например, без заправки топливом или некоторых крупных потоковых сервисов. И действительно, einige здесь переводится именно как некоторые. В общем, я сам недавно узнал об этой фишке, и действительно, Яндекс.Браузеру получилось меня приятно удивить. Это же так здорово! Вы можете сначала посмотреть какое-нибудь видео с русским дубляжом, просто чтобы понять, вообще вам интересно эта тема или нет, и понять вообще, о чем там говорится. А потом смотреть и пересматривать это без дубляжа уже, в оригинале, на немецком, с немецкими, собственно говоря, субтитрами, которые вот так вот замечательно можно перевести. Только опять же, пожалуйста, не зацикливайтесь на переводе слов. Старайтесь просто побольше слушать, побольше воспринимать. Всегда имейте в виду, что лучше посмотреть и пересмотреть какое-то видео на языке оригинала, чем потратить эти 10 минут на повторение списка слов. Я лично придерживаюсь такого правила, что я никогда не повторяю слова больше по времени, чем провожу с языком. То есть, если вы, например, смотрите какое-то видео, и вы за просмотром провели 20, может быть, 30 минут, несколько раз пересмотрев, то потом вы 10-20 минут можете потратить на работу словарем, со словарем, но не больше получаса, не больше, чем вот то время, которое вы провели непосредственно с видео, потому что лучше чуть больше видео посмотреть, чуть меньше получить слова, чем наоборот. Чем же изучение языков в 2024 году будет отличаться от всех предыдущих годов? В первую очередь, конечно, тем, что технологии так сильно шагнули вперед, и настолько, на самом деле, они нам облегчают жизнь, если грамотно ими пользоваться. Такого колоссального прогресса, как в 2023 году, я вообще не помню. И может быть, в следующем, 2024 году, процесс прогресса будет еще более стремительный, но даже если он будет такой же стремительный, как в 2023, то это будет просто что-то с чем-то. Обязательно надо здесь держать руку на пульсе и пользоваться всеми технологиями, которые могут нам помочь. Колоссальным открытием лично для меня был, конечно же, ChatGP Team в 2023 году, которым я постоянно пользуюсь, и у меня есть гайд по использованию этого замечательного инструмента в контексте изучения языков, если вы хотели давно получить к нему доступ, но не знали, как это сделать, не знали, где хороший, действительно рабочий по-настоящему VPN найти, как это все дело оплатить из России, чтобы не было никаких проблем. И что вообще конкретно с этим чатом GPT делать, какие промпт там можно вводить? Если у вас все эти вопросы есть, и вы их не можете разрешить, то крайне рекомендую свой гайд по изучению языков с помощью чата GPT. Ссылка будет в описании. Имейте в виду, что разобраться в этом всем не то чтобы супер просто. И платная версия чата GPT, которую я рекомендую для изучения языков, стоит тоже денег, она стоит 20 долларов в месяц. Но я постоянно этой подпиской пользуюсь, очень она мне помогает, действительно, и поэтому крайне вам советую. Может быть, конечно, вам хватит и бесплатной версии, поэтому как минимум просто зарегистрироваться у них на официальном сайте и попользоваться чатом GPT 3.5 надо обязательно каждому. Понравится? Будете использовать? Я думаю, что должно понравиться. Нет? Ну, по крайней мере, вы попробуете. Я всячески желаю вам успехов в изучении иностранных языков в следующем 2024 году. И даже если не получится выучить язык до B2, наша заветная цель, к которой мы всегда стремимся, то перепрыгните одну или хотя бы две ступеньки за следующий 2024 год. Если только начинаете, постарайтесь дойти до уровня A2. Если у вас уже есть A1, постарайтесь дойти до B1. Вы меня поняли. Если вы не знаете, что такое A1, A2, B1, B2 и вообще все вот эти вот уровни, то в следующем обязательно посмотрите вот это видео на моем канале, где я как раз рассказываю, что это за уровни, что они из себя представляют и как долго в среднем до каждого уровня нужно идти. На этом с вами прощаюсь. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.